Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пеичева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодня вы услышите три истории несчастной любви. Речь пойдет о том, как Николай II не пустил дочерей замуж. Да, мягкий и нерешительный император показал себя деспотичным отцом, категорически запретил трем дочерям вступать в брак по любви. При этом сам Николай когда-то женился вопреки воле родителей. Итак, для начала давайте познакомимся с последними русскими принцессами поближе. Старшая Ольга, 1895 года рождения. Умная, вспыльчивая, непокорная. Часто спорила с отцом и матерью. Единственная из всей семьи любила кошек, таких же независимых, как и она сама. В общем, девушка, что называется, с характером. Нежные черты лица, но взгляд стальной. Татьяна. Младше Ольги на два года. Отец назвал ее в честь Татьяны из Евгения Онегина. Но, в отличие от пушкинской героини, великая княжна была ласковой, внимательной девушкой. Очень заботилась о маме, когда той не здоровилась. Часами с ней беседовала. Любила рисовать, вышивать и вязать. Тонкое, хрупкое лицо. Мария. Младше Татьяны на два года. В семье ее звали Машка. Такой она и была. Простой, добродушный, открытый. Чуть полноватая, но статная и красивая. Потрясающие голубые глаза блюдца. Была настолько сильной, что переносила на руках брата-подростка Алексея, когда тот не мог ходить из-за болезни. У Николая была еще и младшая дочь Анастасия, 1901 года рождения. Но девочка просто не успела в кого-либо по-настоящему влюбиться, пока отец был у власти. А ее сестры успели и были жестоко разочарованы реакцией родителей. Девушкам не повезло. Их избранники все, как на подбор, были слишком простыми ребятами, чтобы считаться достойной партией русским принцессам. История любви номер один. Ольга плюс Павел. С мичманом Павлом Вороновым Ольга познакомилась на царской яхте «Штандарт». Павла зачислили в экипаж самого престижного судна империи после его подвигов на Сицилии. В тот год произошло знаменитое Мессинское землетрясение, и 25-летний мичман героически спасал итальянцев из-под завалов. Император часто расспрашивал Павла о том, как это было. Ольга слушала, затаив дыхание. Словом, все по Шекспиру. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Своевольная принцесса загорелась не на шутку. Она пренебрегала всеми приличиями. На балах танцевала только с Павлом. Звала его играть в теннис, на горные прогулки. Ее личный дневник переполнен страстью к симпатичному офицеру с обаятельным прищуром темных глаз. Так гадко без него, ужасно, пусто страдала она. Тут спохватились родители. Разговаривать с упрямой Ольгой было бесполезно. Пришлось слегка надавить на Павла. Мичман сам не понял, как буквально за считанные дни оказался женат на совсем другой Ольге, графине Клейн-Михель. А Ольга Романова, дочь императора, так никогда и не вышла замуж. История любви номер два. Татьяна плюс Дмитрий. Татьяна тем временем влюбилась в красавца Корнета. Дмитрий Малама был блестящим штабс-ротмистром либ-гвардии Уланского полка и до Первой мировой был известен тем, что победил в 100-верстном конном пробеге. В первые же недели войны был тяжело ранен, но поле боя не покинул, за что потом получил из рук императрицы золотую саблю в качестве награды. Лечиться Дмитрий отправили в госпиталь, развернутый на территории Зимнего дворца. Здесь работали не только обычные медсестры, но и венциносные. Императрица Александра Федоровна и ее дочери ежедневно ухаживали за ранеными. Все это было довольно романтично. Парадные залы царской резиденции, принцессы в белых чепцах милосердия. Татьяна перевязывала Дмитрию рану на ноге, спросила, как он ее получил, слово за слово, и вот уже корнет делает великой княжне подарки. Выписавшись из госпиталя, Дмитрий принес Татьяне чудного французского бульдога, с которым Таня расставалась. Самое интересное, что Дмитрий сумел завоевать симпатию потенциальной тещи. Александра Федоровна писала в дневнике. Мой маленький Малама провел у меня часок вчера вечером. У него цветущий вид, возмужал, хотя все еще прелестный мальчик. Должна признаться, что он был бы превосходным зятем. Почему иностранные принцы не похожи на него? Увы, брак с Дмитрием не принес бы дома Романовых никакой политической пользы. Император Николай отказал корнету в благословении. Татьяна же была слишком послушна, чтобы сбежать с любимым на край земли. Они расстались и больше никогда не виделись. Дмитрий вернулся на войну и погиб в бою в 1918. История любви номер три. Мария плюс Николай. Голубоглазая Мария Романова, как и ее старшая сестра Ольга, нашла свою любовь на семейной яхте «Штандарт». Впрочем, избранник Марии Николай Деменков, в отличие от мичмана Павла Воронова, не был томным романтичным героем. Это был неуклюжий, благодушный весельчак. На яхте Деменков отвечал за сервировку царского обеда. Его самым большим подвигом стала блестящая операция по доставке соседнего миноносца секретного пакета, в котором находились две бутылки пива для императора. Добрый и искренний Деменков не стеснялся своей полноты, остроумно шутил, показывал великим княжнам всякие трюки. Маша хохотала до упаду. «Она радуется ему, как мопс», – нисходительно говорили старшие сестры, но в то же время признавали. Николай Дмитриевич был очень смешной. Он распоряжался всеми играми, а под конец рассказал два анекдота. Все было хорошо, пока внезапно Николая Деменкова не призвали на фронт. Почему-то только его одного, из всего сводного полка, охранявшего царскую семью. Мария наивно писала отцу, который наверняка поспособствовал этой разлуке. «С тех пор я его больше не видела, да и не надеюсь больше. Я с ним говорила по телефону, он страшно радовался ехать. Помнишь, я ему рубашку шила? Ну, я его спросила, и он сказал, что она ему совсем хороша». После революции Николаю Деменкову удалось бежать за границу. Он устроился метродотелем в роскошный русский ресторан в Париже. Там собиралась блестящая публика в мехах и бриллиантах. Его обожали, не раз звали на сцену, но жизнь Деменкова не была счастливой. Он так и не обзавелся семьей. Хранил ту самую рубашку, сшитую великой княжной Марией. Кстати, сейчас эта рубашка вернулась в Россию. Говорят, ее можно даже увидеть в музее. И вместо эпилога. Между прочим, сам Николай II женился на бедной немецкой принцессе Алекс вопреки воле родителей. Но понять своих дочерей император не захотел. Или не смог. Предрассудки в те времена были очень сильны. Особенно в консервативной России. Мезальянс осуждался чрезвычайно. Хотя, кто знает. Известно, что Николай II подумывал о том, чтобы отдать престол не сыну Алексею, а старшей дочери Ольге. Алексей тяжело болел, а Ольга была здорова и имела собственное мнение по всем важным государственным вопросам. Из нее, скорее всего, вышла бы отличная прогрессивная императрица. А если бы мужем Ольги был простой мичман Павел Воронов, человек порядочный и отважный, может, тогда и народ изменил бы свое отношение к царской семье. Может, тогда и революции бы не было. Друзья, если вам интересна альтернативная история и книги про современную Россию, где до сих пор правят Романовы, почитайте произведение серии «Уютная империя». Скачать бесплатно можно на моем сайте. Ссылку вы найдете в описании. Подписывайтесь на блог «Уютная империя», чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории России. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо, что были с нами.